Первая Иоанна, первая глава, помните, мы в прошлое воскресенье говорили, Иоанн 1.1, Евангелие от Иоанна 1.1, Иоанна 1.1. В начале было Слово, помните, и Слово было у Бога, и Слово было Бог, и дальше Писание говорит, и Слово стало плотью. В начале было Слово, Слово стало плотью, и эту плоть назвали, кто знает, Иисус. Оказывается, первое имя Иисуса было Слово. Сначала было Слово. И Иеремия 1.4.1.5, он говорит, что, он говорит, прежде чем я основал тебя, прежде чем ты попал в утробу матери, я основал тебя. Одним словом, Мой отец и моя мама сделали мою плоть. Но до этого Бог основал меня. И если Бог основал меня, значит, я был, как я был основан? Через что? Эликсир какой-то Бог сделал? Бог все творит словом. Значит, я тоже был словом. Он высвободил, и появился ты и я. Всякий человек, который появился на земле, его создал Бог. Аминь. Или еще люди происходят от обезьян. Да, как мама везет детей в школу, сейчас всех в школу повезли. И маленький ребенок, который едет в первый класс, он говорит, мама, откуда взялись люди? Она говорит, Бог создал человека, сынок. И Бог создал Адама и Еву. И он говорит, а папа сказал, что человек произошел от обезьяны. А это папа тебе про своих родственников рассказал. Человек произошел от Бога. И это было слово, которое высвободил Господь. Смотрите дальше. И смотрите дальше. Сейчас я открою про... Если ты можешь, открой. New King James Version. New King James Version. Окей, I'll do it in two languages. No worries. Смотрите. 11 стих. Та же глава, 11 стих. Пришел к Своим, и Свои не приняли Его. А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими. He came to his own, and his own did not receive him. But the ones who received him, who believed in his name, he gave the right to become children of God. 13 стих. Которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились. От кого родились? От Бога. Родились от Бога. Не от плоти, не от крови. Смотрите, как он говорит. Не от крови. Не от хотения плоти. Не от хотения мужа. Но от Бога родились. Бог создает людей. Я не верю, что вот стрельнуло человеку в голову. И он пришел к муж жене и говорит, давай сделаем ребенка. Они сделали, и это они сделали. Так не работает. Знаю на своей шкуре. Уже пытаюсь много лет. Пока нет. Потому что это делает Бог. Я знаю, что у Бога есть время. Смотрите дальше. И Слово. Смотри. Но от Бога родились. 14 стих. И Слово стало плотью и обитало с нами, полная благодати и истины. И мы видели славу Его, славу как единородного от Отца. И Слово стало плотью. И Слово рано или поздно становится плотью. Поэтому мне нужно быть осторожным, что я говорю. Потому что Слово рано или поздно станет плотью. Он говорит, Слово стало плотью. Жизнь и смерть во власти языка. И ты должен, современный, и один из современных переводов, и английский перевод говорит, ты должен быть готов принять последствия сказанного. Почему? Потому что рано или поздно Слово становится плотью. О-о-о, я с этой ситуацией не выберусь. Я никогда уже не стану благосовенным. Бог однажды давал мне победу, теперь победы в моей жизни не будет. Потому что то, на что ты сфокусирован, то ты начинаешь говорить. И то, что ты начинаешь говорить, ты должен ожидать. Принять. Потому что рано или поздно, скажи своему соседу, Слово станет плотью. Оно оживет. Ты увидишь его. Оно рано или поздно станет плотью. И если ты сфокусирован на всех своих неудачах, страхах, и говоришь об этом, рано или поздно это становится плотью. Моя задача быть сфокусирован, но я не говорю сейчас мотивировать себя и за мантру заговаривать. Это не работает. Ты должен быть сфокусирован на задании, которые дал тебе Бог. Потому что если Бог создал меня, Псаня говорит, Он осветил, ордейн, рука положил, дал мне задание, и мой фокус, знаете, как говорят, собаки лают, караван идет. Ты должен двигаться к твоему заданию и призванию. И ты, я, может быть, кого-то разочарую сейчас, но я тебе скажу, что ты не будешь всем нравиться. Люди, не всем нравился Иисус. Одни любили и ходили за Ним, а другие искали убить Его. Но моя задача не нравиться людям. Моя задача получить задание от Него и идти исполнить задание, которому Он призвал меня. Потому что, поверьте мне, прослушав все мои проповеди, люди найдут там кучу вещей, с которыми они не согласны. Кому-то не нравится, как я одеваюсь, кому-то не нравится, как я говорю, как я шучу. Я не идеальный. Спросите мою жену. Следующее местописание. Смотрите, первый поинт. Рано или поздно слово станет плотью. А теперь мы откроем первое послание к Иоанну. Сейчас, смотри. Да, вторая глава. Первое послание к Иоанну. Вторая глава, двадцатый стих. Ту-твони. Ту-твони. Первое Иоанна, два-двадцать. Первое послание к Иоанну. Первое иоанну, два-двадцать. Смотрите. Впрочем, вы имеете помазание от Святого и знаете все. Смотрите. Английская Библия говорит, но вы имеете помазание, так и русское говорит, но вы имеете помазание от Святого и вы знаете все. Вы знаете все. Английская Библия говорит, and you know all things. Ньюкин Джеймс Воржин говорит, так ты знаешь все. А из-за чего я знаю все? Потому что у меня есть помазание Святого Духа, которое живет где? Во мне. Иисус говорит, моя задача спасти и омыть тебя от всякого греха. Но лучше будет для тебя, чтобы я ушел, потому что придет Дух Святой и будет жить где? во мне. Дух Святой живет сегодня в тебе. Если ты придешь на небо, ты там найдешь Бога, найдешь Иисуса, но Дух Святой сегодня на земле, и Он живет в тебе. И Он, Слово Божие говорит, и этот Святой знает все. Оказывается, помазан не только пастырь на сцене, но Он говорит, вы, впрочем, вы имеете помазание от Святого и знаете все. Кто имеет помазание? Мы имеем помазание. помазание в нас. Вы знаете, что Иисус Христос это не Его фамилия. Христос означает помазание. Во Христе вы получили спасение. Во Христе вы получили прощение. Во Христе в чем? Что значит Христос? Значит, помазание, помазание, через помазание, через помазание. Это означает Через помазание, он был помазан Святым Духом. Дух Святой сошел на него в виде голубя, и он имел помазание. И через помазание Дух Святой высвобождает также свои дары. Если ты и я, мы имеем помазание, и мы знаем все, кто знает все. Я не знаю здесь все. Гугл не знает все. Но помазанный знает все. И помазанный Дух Святой, который живет во мне, он знает все. И когда я общаюсь с ним, он дает мне мудрость. И он помазал меня, написано, говорит, «Вы помазаны Святым и знаете все». Для чего он помазал нас? Чтобы мы знали все. Чтобы мы в воскресенье в церковь приходили и говорили, «О, я помазанный. Халлелуя». Нет. Он помазал тебя, чтобы там на улице с понедельника по воскресенье ты имел общение с Ним. И Он давал тебе мудрость принять правильное решение в семье. Он давал тебе дарование делать правильно бизнес или работу, которой ты занимаешься. чтобы сделать твою жизнь лучше. И чтобы твоя лучшая жизнь исполнила то призвание, к которому Он тебя призвал. Ну, смотрите, что говорит пятнадцатый стих. Чуть-чуть пять стишков раньше. Пять стихов. «Не любите мир, а не того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви Отчей. Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей, и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего». Смотрите, как говорит The Passion Translation. Пятнадцатый стих. «Не ставь the affection of your heart on this world». Что значит «сед»? Не фундаментируй свое сердце на том, чтобы этот мир влиял на него, на твое сердце. «Не цепляй свое сердце, не прикрепляй свое сердце к тому, чтобы любить вещи, которые в этом мире». Любовь к миру и любовь к Отцу, они между собой не имеют ничего общего. Шестадцатый стих. «For all that the world can offer us, the gratification of our flesh, the allurement of the thing of the world, and the obsession with status of importance. None of these things come from Father, but from the world». Смотрите, сейчас я расшифрую вам. Шестнадцатый стих. Нам всегда говорили, и мне говорила, мама, бабушка, не любите мир, а не того, что в мире. И мы все ходили в церковь, и все знали, кто такие святые. Это бедные, нищие люди. Это святые. И ты что в церковь, в кроссовках, в джинсах прийти? Ни в коем случае. И ты как без косынки пришла в церковь? Ни в коем случае. Это все святые. Не любите мир, а не того, что в мире. И смотрите, что он говорит. Первое. Он говорит, первое, похоть от чей? Похоть от чей? Идем дальше. Сейчас вам скажу, я все не... Как там в нашей русской написано? Кто любит мир, тот... Ибо все, что в мире. Похоть плоти, похоть от чей и гордость житейская. Смотрите, он не имеет в виду, как ты одеваешься. Он не имеет в виду здесь, как ты выглядишь. Он не имеет в виду, имеешь ли ты финансы, бедный ты или богатый. Первое, что он говорит, похоть плоти. Плоть всегда противится духу. Плоть всегда противится духу. И дальше он говорит, похоть от чей? И что? Гордость житейская. Люди, которые поднимают постоянно твою гордость вверх. Он говорит, эти три вещи, они мешают. Они не имеют ничего общего с Богом. И смотрите, восемнадцатый стих. Дети, последнее время, и как вы слышали, что придет Антихрист, и теперь появилось много Антихристов, то и мы познаем из того, что последнее время. Что такое Христос? Христос — это помазание. И здесь, в восемнадцатом стихе, он говорит, появились антихристи. Это люди, которые против помазания. Потому что помазание, которое в тебе, оно знает все. Но апостол Иоанн предупреждает нас, он говорит, ты должен понимать, что ты не можешь иметь общее с этим миром. Похоть от чей? Гордость житейская. Похоть плоти. Потому что всю твою жизнь тебя будут преследовать два голоса. Тима, Юрикамапа, по-моему, два голоса. Один будет от Бога. Второй — твоя плоть. Если у тебя третий голос, тебе нужно сужение и освобождение. Туда кто-то вмешался третий. Но их два. Один будет говорить, давай, у тебя все получится. Фокусируйся на том, что тебе обещало Слово Божие. И Дух Святой будет всегда двигать тебя вперед. Не фокусируйся на том, что у тебя не получилось. Да, сегодня не получилось, завтра получится. Второй будет говорить, да брось все, кому это надо. Глянь, вот люди все на тебя говорят, да вообще опусти свои руки. Вообще не надо. Глянь, какие люди, они неблагодарные, они даже, ты сколько старался, чистого сердца, пытался, делал, а им все равно. И апостол Иоанн говорит, понимаешь, появились люди, которые антикрайст, против помазания. И если вы прочитаете 19 стих, апостол Иоанн говорит, они были наши и вышли от нас. Но этим сказали, что они не наши. О, это не сатанисты. Это церковные. И всегда происходит так. Но когда ты держишь свой фокус, что Дух Святой во мне, апостол Павел говорит, похоже, и я тоже имею Дух Святой. И я тоже с Ним общаюсь и разговариваю. Послушайте, финальное решение в своей жизни тебе нужно принимать самому. И после этого ты не сможешь блеймать ни пастыря, ни маму, ни папу, ни жену, ни мужа. Потому что финальное решение должно быть принято на том, что скажет тебе Дух Святой, который живет в тебе. Почему? Потому что Он знает все. Он знает все. Он знает все. Поэтому Христос говорит, мое дело омыть тебя is to cleanse you, простить тебя, освободить тебя, чтобы Дух Святой поселился в тебя. Потому что Он знает все. Потому что Он знает все. А теперь твоя работа определиться, чей голос ты будешь слушать. Потому что если ты будешь слушать голос своей плоти, и высвобождать эти слова и ты будешь и ты будешь слушать Дух Святой, который в тебе, то Он скажет тебе слава жизни, и ты сфокусируешься на том, к чему призвал тебя Бог, и это придет в твою жизнь. Да, силы. Что у помазанного или у Вадимого Святым Духом и у Вадимого плоти? Вы знаете, что у них одинаковое? Человек, который Вадимый плоти. И человек, который Вадимый Духом. Что их ожидает? Знаете, что у них будет, что между ними одинаковое? Обоих ударит буря рано или поздно. Безразницы, насколько он помазанный духовно Вадимый. Одного и другого посетит буря в один момент. И Писание говорит, тот, кто построил свой дом на камне, на Христе и был послушен Святому, который живет в нем, пройдет через бурю. Вот секрет христианства. Что святого, праведного и неправедного будет ожидать буря. Но одни пройдут, Писание, говорит, станут сильнее, вера их будет как огнем золота очищенной, и они пойдут дальше. А тот, который шел за плотью, Саня говорит, тот, кто построил свой дом на песке, его дом развалился. И я не могу тебя заставлять общаться с Богом, с Духом Святым, который живет в тебе. Это твое решение. Но я точно знаю, что Он всегда намного ближе, чем ты думаешь. Христос намного ближе, чем ты думаешь. Помазание намного ближе, чем ты думаешь. Просто начни с Ним общаться. Смотрите, что Иоанн говорит, гордость. Он говорит, гордость. Что значит гордость? Я сам знаю. Я решу мои проблемы решу сам. Ты мне, Бог, не нужен. Я приду в церковь и скажу Аллилуйя, слава Богу, но это я сам сделал. Знаете, я последних несколько недель начал молиться так. Вообще вещи, с которыми мы сражаемся, не знаете где? Они в нас. Они не наружу. Они в нас. И я последних две или три недели начал молиться так. Дух Святой отремонтирую во мне то, что мне мешает идти вперед. отремонтиру во мне то, что мешает моей семье. Почему? Потому что Писание говорит, он во мне и он знает все. Я иногда не знаю, что я делаю, но он знает все. И этим я доверяю ему. И говорю, измени мою судьбу. Измени мое мышление. И только он давая мне знание через слово меняет мое мышление. Помазание, которое во мне и тебе знает все. Знает все. Я не знаю, что происходит сегодня в твоей жизни. но я знаю, что Христос может омыть тебя, простить тебя и дать Дух Святой, который помажет тебя, и ты будешь знать все через Него в своей жизни. Представляете, сколько раз в моей жизни было тупиковых ситуаций. Я не знаю, что мне делать. Я просто начинаю просить Дух Святой. Господь, как мне разобраться с этой ситуацией? Писание говорит, дары Духа Святого. Языки, истолкование, мудрость, слово знания, распознание духов, чудотворение. Это Дух Святой, который живет в тебе. И ты приходишь, ты в этот момент обращаешься, Он может оперировать, и Он может оперировать, в любом из этих даров в твоей жизни. И к тебе приходит мудрость. К тебе приходит знание. Когда ты честно обращаешься к Нему, Он честно обращается с тобой. И сделай kill the lights. И если сегодня кто-то из вас вообще не покаялся, не принимал из вас места как своего спасителя, ну ты сегодня думаешь, я хочу быть прощенным. Я хочу, меня Бог простил. биться лбом об стенку. Я хочу быть помазанным Святым Духом. И я хочу, чтобы Он вел меня в моей жизни и судьбе. Потому что Писание знает все. Знает мои слабые стороны, мои сильные стороны. Он знает абсолютно все. Давайте мы все закроем глаза, вскроем свою голову. Если ты действительно нуждаешься в этой молитве, просто подними свою руку, хочу помолиться с тобой. Может быть ты каялся раньше. Ты отступил от Бога. И ты понимаешь, что как я хочу опять попасть в руки Христа. Как я хочу опять пережить эту свободу. Я хочу, чтобы Он стал мне другом. Просто подними свою руку, мы помолимся вместе. Вместе. Отец Небесный, давайте мы все скажем, Отец Небесный, я благодарю Тебя за жертву Твоей крови, за то, что Ты отдал Своего Сына ради меня. И сегодня я прихожу к Тебе и прошу Тебя, очисти меня кровью Своей. Господь, сегодня я отрекаюсь от царства тьмы, от дьявола и его бесов во имя Иисуса Христа и принимаю Тебя как Своего личного Спасителя. И также, Господь, я сегодня прошу Тебя, пусть Дух Святой поселится в моей жизни и ведет меня в этой жизни. Аминь. Слава Иисусу. Мы сейчас воздайте славу Господу. И я сейчас хочу помолиться за верующих, глубоко верующих. глубоко верующих. Если вы считаете себя глубоко верующим и не смотрели фильм Джизус Революшн, придите домой и посмотрите его. Посмотрите, хороший фильм, очень хороший фильм. Если вы до сих пор не посмотрели, вам срочно нужно его посмотреть. Отец Небесный, я молюсь за все церковь, за всех, кто смотрит нас онлайн. Господь, безразно, сколько лет мы верующие. Я прошу Тебя, Господь, обнови это откровение в нашем сердце. Быть ведомой Тобой, Дух Святой. Задавать Тебе вопросы, Господь, чтобы Ты вел нас, чтобы Ты вел нас во имя Иисуса Христа. Я прошу Тебя, во имя Иисуса Христа, Дух Святой, наполни наши жизни Собой, Господь, силой Твоей. Пусть мудрость Твоя, пусть дары Твои проявляются в нашей жизни, во имя Иисуса Христа. Пусть сегодня победит Дух. Во имя Иисуса Христа, я прошу Тебя, Отец, Сын и Дух Святой. Let the flesh be conquered in the name of Jesus. Praise God. Praise God.